В Казахстане сезон весеннего нереста, то есть действует временный запрет на рыбную ловлю. В некоторых регионах разрешается лов на удочку, в каждой области устанавливаются свои нормы. Они зависят от температуры воздуха и особенностей рыбы. При Уралье рыбаки-любители сейчас едут в прудовые хозяйства, где арендаторы разводят рыбу по осени, запуская подрощенных мальков. О рыболовах и рыбной ловле материали моей коллеги в Уральске Ботагос Базарбаевой. Это небольшой корм в специальной водорастворимой сетке, поливинилоацетатной, падает в воду, растворяется максимум в течение двух минут, и рядом с крючком, с наживкой получается кучка корма. Врач-нарколог Андрей Павлов считает рыбную ловлю лучшим видом отдыха. В прудовые хозяйства он приезжает каждый выходной с палаткой и с настями. Ловятся карп, белый амур, сазан и толстолобик. Таких водоемов побольше и таких хозяев побольше. Потому что, в принципе, видим не очень хорошую тенденцию, что на диких водоемах-то поголовье рыбы снижается, причем уже катастрофически. То есть сейчас вполне обыденная картина, когда ты выйдешь на Урал, на берег Урал. Причем ты можешь даже не то, что в черте города, а километров за 300 вниз в сторону Каспии уехать, а ничего не поймать абсолютно. Михаил Марченко взял водоем в аренду. В прошлом году он вырастил и продал около полутора миллиона мальков. Хороший инкубационный цех стоит около 20 миллионов тенге. К таким оборотам придем года через три, рассказывает Михаил. Этой весной первую икру здесь получили в начале мая. Мальков растят до осени. Колем специальными уколами. Ну и в течение суток-двух они нам отдают икру. Там с молоками перемешали, воды добавили, обесклеили, положили сюда. И вот при температуре воды, например, как сейчас, 22 градуса, на третий, максимум на четвертый день вылупляется личинка. Потом личинку сначала в емкостях, потом в одном прудике, в другом в третьем, и потом уже в нагольный прудик. И осенью уже получаются мальки. А фермер Кажмукан Бурашев из Женгалинского района намерен развивать товарное хозяйство. Выращивать крупную рыбу на продажу. Пока доходов пруд не приносит. Наоборот, приходится покупать молоть и корм. Очищать водоем, а зимой спасать рыбу от замора. Я хочу построить перерабатывающий цех рядом с фермой. Буду продавать не только товарную рыбу, но и консервы. В этом году планирую пустить еще 130 тысяч мальков карпа. Требования к ним каждым годам уже случаются, потому что природное богатство. Когда-то решение правительства им дано в договорных основаниях, чтобы они сохранили природу, сохранили экологическую чистоту этих водных объектов. Взять пруд в аренду можно на 5 и 10 лет. Сейчас в аренде природопользователей находятся 33 водоема области. В шестерых из них выращивается товарная рыба. Но большинство хозяев разводят карпа, сазана и щуку для любительской рыбалки. Бутагос Базарбаева, Баладжар Лгасов, Канат Махмутов, Западная Казахстанская область, Хабар, 24.